МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ, продолжают новости. Меня зовут Вадим Москаленко. Здравствуйте. И вот чем запомнится этот предпраздничный день. Семь телекамер на параде Победы и прямой эфир с воздуха. Как покажем День Победы на своем ТВ. Школьники, депутаты и губернатор за партой. В крае написали диктант Победы. Что общего у ставропольских учеников и выпускников военных лет? Тысячи огней памяти зажгли в Ставрополе. Автоматы начищены, машины сверкают броней. И в Ставропольском параде Победы в этом году участвуют больше тысячи человек и единиц боевой техники. За сутки до торжественного шествия в Ставрополе прошла генеральная репетиция. Ирина Ивановская о том, что впечатляющего, увидим завтра на главной площади края. Нога поднимается над уровнем земли 15-20 сантиметров. Строевый шаг 70-80 сантиметров. По предварительным командам, у команды прямо с шагом марш. Таким строевым шагом, правда, намного более отточенным, четким и синхронным, в составе Парада Победы в Ставрополе пройдут больше тысячи военнослужащих краевого гарнизона, курсантов, кадет и казаков. За сутки до начала торжественного марша, финальная репетиция и последние корректировки. Парадным расчетом предстоит пересечь главную площадь краевого центра. Длина составляет около 250 метров. Приблизительно 500 шагов военнослужащие делают при прохожении. Чтобы строй был ровным, каждый взмах рук отточенным, а шаг тысяч ног синхронным, тренировки участников начались в феврале месяце. Сначала одиночная строевая подготовка, затем в составе расчетов. На генеральной репетиции все точь в точь, как будет на самом параде. Построение, гимн России, звук оружейных залпов и торжественное действие начинается. Открывают парад два специальных автомобиля «Рысь». В одном находится командующий парадом, в другой принимающий парад. Каждая из машин специально для проведения парада оснащена микрофоном и вот такой вот ручкой, чтобы можно было держаться при движении машины. Скорость шеститонного автомобиля во время парада около 20 км в час. Основное требование при движении – плавность хода. Он движется 4 км в час мимо стоящих людей, так как коммунистовый состав здоровается возле каждой коробочки. С военнослужащими, с разными рядами войск. Для движения самое главное – плавно нажимать педаль. Без дергивания, без ничего, чтобы было удобно командующему составу находиться в нем. Вслед за пешими парадными расчетами на площадь выдвигается механизированная колонна. В ее составе 66 единиц боевой техники. В том числе спецмашины «Рысь», системы «Град», ракетный комплекс «Искандер-М». За каждым этапом парада внимательно наблюдают. Причем не только командование. Финальную репетицию парада пришли посмотреть сотни ставропольцев. Ведь не у всех будет возможность увидеть его воочию в День Победы. Работают в этот день дежурь. Когда будет парад, будет много людей, а сейчас можно посмотреть все спокойно. Я не попаду, потому что я работаю в этот день. Детям хочется показать поближе как-то. На парад очень тяжело попасть близко, чтобы дети увидели все. Еще одну почетную и волнительную задачу во время парада предстоит выполнить комментатору. Его командный голос разносится над площадью и рассказывает гостям об истории парада, малоизвестных фактах и о том, что сейчас происходит на площади. Благодаря этой информации становится понятно, в каком порядке перед трибунами проходят участники парада или какая техника проезжает. Я смотрю порядок прохождения парадных расчетов, движения автомобильной техники и должен текст произносить именно в тот момент, когда парадный расчет проходит или приближается к трибуне почетных гостей. Это важно для того, чтобы картинка с голосом смотрелась и людям, находящимся на площади, и ветеранам на гостевых трибунах, и картинка смотрелась на телевидение. Завершали генеральный прогон 15 передвижных диорам с актерами. Во время репетиции проверили работу и недавно установленных экранов. На них, как и в прямом эфире, наша телекомпания «Свое ТВ» будет транслировать весь праздничный парад. Ну а безопасность обеспечивали сотрудники военной полиции Ставропольского гарнизона и правоохранители Краевого центра. Торжественный парад откроется 9 мая. Ну а в генеральной репетиции парада принимали участие Ирина Ивановская, Владимир Ходорев и сотрудники «Своего ТВ». Завтра на «Своем ТВ» весь день в прямом эфире большой праздничный марафон. С половины десятого утра и до последнего залпа салюта наши корреспонденты будут подробно освещать главные праздничные мероприятия. Вас ждет прямая трансляция праздничного парада в Краевом центре. Большое количество прямых включений из главных площадок Края. Будет задействовано новое мощное оборудование. Это передвижная телевизионная станция и камера с возможностью съемки в высоком разрешении с высоты птичьего полета. Будет задействовано очень много людей. Здесь в студии будут работать режиссеры, а стен режиссера посменно. Три блока будут менять. Два звукорежиссера будут работать. Операторы в студии, регулярно будут четыре оператора работать в студии, на выездных съемках. В общей сложности более 60 детей. Кстати, трансляция парада Победы в Ставрополе будет не только в нашем эфире, но и на двух новых экранах на площади Ставрополя. А еще на аналогичных дисплеях городов Ковминвод, Михайловска и Новоалександровска. Но что касается нашего эфира, целый день в студии будет много интересных гостей. Фильмы о Великой Отечественной войне, в том числе фильм своего ТВ «Письма Победы», который номинирован на премию ТЭФИ «Летопись Победы». Песни военных лет и, конечно же, поздравления главным героям Дня Победы, нашим ветеранам. Кульминацией марафона станет трансляция праздничного концерта на крепостной горе Ставрополя и, разумеется, праздничный салют в прямом эфире. А так как погода на завтра обещается дождливая, как и сегодня, в Ставрополе уже даже прошел град и вообще надел много шума в краевой столице. И если вы все-таки не решитесь участвовать в торжествах, то уютный день Победы в компании со своим ТВ вам обеспечен. Добро пожаловать в наш эфир. Между тем, в краевом правительстве сегодня прошел торжественный прием. Чествовали, конечно же, главных героев – ветеранов. Те, кто день за днем приближали тот победный май 45-го. Почетные гости съехались на мероприятие со всего края. Их поприветствовал губернатор Владимир Владимиров. Собираться каждый год перед годовщиной Победы стало доброй традицией. Это не первый год. И в прошлом году у нас была встреча, и в этом году. Замечательно. Вот я встретилась с своим коллегой, мы с удовольствием обменялись мнением. Так что спасибо, что такие встречи организуются. Большое спасибо. Губернатор также поучаствовал в торжественном мероприятии в прокуратуре края. Там сегодня вспоминали работников ведомства, которые вместе со всеми встали на защиту страны. На мемориале, установленном рядом со зданием прокуратуры, 60 имен. Собравшиеся, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. Эта дата останется навечной и всегда будет напоминать о самой страшной и кровопролитной войне. О подвиге нашего народа. О героизме людей, которые ценой собственной жизни победили фашизм. Святой долг каждого российского гражданина – хранить память об этом. Война закончилась. Очень много было теми людьми, которые прошли эту войну сделанную, построено это великолепие. Нам, поколению, все это поддержать, укрепить и преумножить. И знаете, что хочу пожелать нам всем? Конечно же, нам нужен мир. Чтобы вот это небо было мирное. Служат Отечеству теперь со школьниц Камьи. В канун Дня Победы 300 ставропольских школьников пополнили ряды юнармии. Торжественная церемония прошла у мемориала «Огонь вечной славы». Школьников с важным событием в их жизни поздравили ветераны и представители вооруженных сил. Всем новобранцам вручили специальные значки. Кстати, в конце прошлого года ставропольское движение юнармейцев признали лучшим в стране. Вообще, сам день потрясающий. Церемония очень хорошая. Вот вообще, если честно, я люблю очень нашу страну. Меня даже можно назвать патриотом. Значки просто очень красивые. И я буду помогать всем, ведь я теперь юнармеец. Буду нести свой долг. Церемонию продолжила акция «Солдатский платок». Ученики школ подготовили платочки с именами своих прадедов. Многим детям пришлось обратиться к специальным сайтам, чтобы узнать подробную информацию о ветеранах. Каждая школа накануне Дня Победы собрала все платочки в единые полотна, которые затем пронесли в колоннах у мемориала. Акция символизирует память молодого поколения о своих прадедах, которые воевали. Красный цвет символизирует то, что кто не вернулся с войны. Белый цвет – это пропавшие без вести. И голубой цвет – символ того, что родственники вернулись. Акция получила хороший отклик в образовательных учреждениях. И вы видите, сегодня каждая школа представила свой солдатский платок. И к другим темам. Вторым пилотом сгоревшего в московском аэропорту лайнера, возможно, был Ставрополец. По данным некоторым медиа, Максим Кузнецов – уроженец нашего региона. Члены экипажа рассказывают, что именно второй пилот самолета помог спастись командиру воздушного судна. Кузнецов спускался по трапу и снова заходил в дымящуюся кабину. Обоих пилотов после авиакатастрофы доставили в реанимацию ожогового отделения. Напомним, катастрофа «Сухой суперджет-стоп» произошла в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся обратно, где совершил грубую посадку. Трагедия унесла жизни 41 человека. В Ставропольском гарнизонном военном суде вынесли приговор банде наркоторговцев, в которой состоял и военнослужащий, и одной из частей Южного федерального округа. В группу входили организатор, закладчики и ответственный за незаконный интернет-магазин. Преступники промышляли в Петровском, Благодарненском городских округах, а также в Буденовском районе. Продажей запрещенных веществ в крупном размере участники банды занимались через мессенджер. Подтверждены 16 эпизодов сбыта наркотиков и еще два покушения на сбыт. В приговоре по уголовному делу более 100 страниц. Приговором суда участникам организованной преступной группы по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок. Мальцеву 18 лет, Гладких 16 лет, Щуке 13 лет, Добрынину 12 лет. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по оголовным делам Северокавказского окружного военного суда. Еще о происшествиях. Чуть не лишил себя поездки за границу. Бизнесмен из Струновского района больше полугода не платил налоги. Судебные приставы неоднократно предупреждали должника о последствиях, но совесть мужчины пробудить им так и не удалось. Тогда по решению суда счета предпринимателей арестовали, а также ограничили выезд за рубеж. Понимая, что запланированная поездка в Эмираты под угрозой срыва, должник погасил больше 80 тысяч рублей долга. Другие происшествия в нашей оперативной сводке. Ошибка ничему не научила. 26-летний житель Георгиевского округа дважды за один месяц сел пьяным за руль. И в обоих случаях он попался в поле зрения полицейских. На требование остановиться мужчина только добавлял газу. Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам. Даже это остановило его не сразу. Лихач до последнего надеялся уйти от погони, но тщетно. В патрульной машине пьяный нарушитель признался, что уже лишен прав за аналогичное нарушение почти на два года и пытался скрыться в надежде избежать уголовного дела. Однако теперь все-таки придется отвечать по закону. Целую мастерскую, где незаконно изготавливали оружие, обнаружили в Ставрополе. Ее организовал на своем дачном участке житель краевого центра. Оперативники нашли и изъяли запчасти и детали для оружия, станки для его изготовления, боеприпасы и две винтовки. Правоохранители выяснили, что при помощи трех станков мужчина делал оружие, детали покупал в интернете, а некоторые мастерил самостоятельно. Экспертиза также показала, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Мошенник с навыками фокусника. К 77-летней жительнице Пятигорска на улице подошел мужчина. Он представился иностранцем и уговорил пенсионерку помочь ему с получением перевода большой суммы денег, так как у него якобы не было банковского счета в России. Для корректности операции ее счет должен был быть пустым. Женщина сняла 100 тысяч своих накоплений и взяла выписку с нулевым счетом. Мужчина попросил документы вместе с деньгами, чтобы ознакомиться и незаметно подменил купюры на фальшивые. Возбуждено уголовное дело. Здоровье подвело. Водителю Лады из Буденновского района внезапно стало плохо за рулем. В результате он сначала догнал на дороге патрульную машину, а после съехал в обочину, где врезался в другое авто. Полицейская машина выехала навстречу и столкнулась с иномаркой. После этого ДТП с четырьмя участниками. Помощь медиков понадобилась двоим сотрудникам ГИБДД и водителю иномарки. А инициатор аварии в больнице. Специалисты определят степень виновности каждого. И мы уже в середине нашего новостного пути. Дальше больше, например. Школьники, депутаты и губернатор за партой. В крае написали диктант победы. Что общего у ставропольских учеников и выпускников военных лет? Тысячи огней памяти зажгли в Ставрополе. Продолжаем выпуск. Хронология о сражении Великой Отечественной. И самый успешный партизанский командир. Ставропольцы вместе со всей страной написали диктант победы. Все было как на настоящем экзамене. За исключением соседей по партиям. Боку обок сидели школьники, студенты, депутаты, губернатор. Наша съемочная группа о том, кто справился с заданием, быстрее всех. Диктант победы. Вперед. Старт победному диктанту дают из Москвы на всю страну. В нашем крае повторили основные даты и отложили все подсказки в трех городах. Пятигорск, Буденновская и Краевая столица. Обстановка как на ЕГЭ. Вот только встретишь ли за партой на школьном экзамене министра образования, депутатов, губернатора. Из 45 отведенных минут на все про все Владимирову понадобилось не больше 10. Сдает работу одним из первых в пятерке, уверен. И тут же поясняет, зачем решил написать диктант. И собственным участием в таких событиях показывать наше отношение к истории. И показывать наше отношение к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Соседи по парте шутят. Еле сдерживались, чтобы не списать у Владимирова. Но губернатор не подсказывал, никому не помогал и сам ни у кого не смотрел. Телефон не смотрел? Не смотрел. А вы? Нет. Председатель Краевой думы Геннадий Ягубов тоже не сомневается в своих знаниях, но допускает мелкие огрехи. А может давать? Да. Это с пинусом. Совсем несложным диктант показался и депутату Госдумы Алексею Лавриненко. Я считаю, что я 100% правильно ответил. Немножко технически не понял один, как правильно развернуть. Но для меня это мы, мое детство прошло на истории войны, мое детство прошло на участниках войны. Желающих написать оказалось гораздо больше, чем зарегистрировалось заранее. Пришлось нести дополнительные стулья из других аудиторий. На такой колоссальный, масштабный проект. Он первый раз. Это, по сути, репетиция к 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войны, которая в следующем году также будет проведен всероссийский диктант Победы. Проверка работ тоже, как на ЕГЭ. Оценивают эксперты, не зная имен и фамилии участников. Увидеть результат можно будет, если на официальном сайте диктанта Победы ввести код, который у каждого свой. Получит ли губернатор свою пятерку, узнаем уже 12 июня, в День России, когда опубликуют итоги. Вадим Искаленко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Накануне площадь перед мемориалом «Вечная слава», что в Ставрополе утопало в свечах. В городе уже в седьмой раз прошла одна из самых трогательных и печальных акций, приуроченных ко дню Великой Победы – огни памяти. Сотни ставропольских выпускников принесли свои лампады. К ним присоединилась и Кира Рогожина. На площади перед мемориалом «Вечная слава». Так светло в это время суток бывает только раз в году. Вот уже седьмой раз в Ставрополе проходит акция «Огни памяти». До ее старта остаются считанные минуты, завершаются последние приготовления. Я считаю, эта акция проводится, чтобы показать то, что подрастающее поколение помнит о тех подвигах, о том, что сделали наши предки. Мы бесконечно благодарны им за это. На нас возлагаются большие надежды, и мы ни в коем случае не должны забывать, какой ценой был завоеван этот мир или какие жертвы были принесены, чтобы его добиться. Ровно в восемь вечера первая колонна – чеканья, шаг, ведь это кадеты, выставляет свои лампады. За ними идут остальные. За примерно полчаса в тишине выпускники выставляют ровные линии огней своей памяти. Лампады с зажженными свечами заняли практически всю площадь перед мемориалом. Но при этом поток людей не прекращается. Лучшие ставропольские выпускники несут свои огни памяти, чтобы отдать дань уважения школьникам, которые в 41-м году сразу после школы отправились на фронт. Многие не вернулись домой. С каждым годом желающих принять участие в акции становится все больше. В этот раз лампады зажгли 850 выпускников. Все они победители различных олимпиад, соревнований, молодежь с активной жизненной позицией. Впервые вместе с выпускниками прошли дошколята. Они открывали церемонию. После того, как все лампады были зажжены, современным школьникам передали весточку от выпускников прошлого. Это стало самым трогательным моментом всего действия. Здесь, конечно, связь поколений. Когда вы видели, что голос из прошлого, мы выпускники 41-го года, передаем вам эстафету и теперь вам защищать этот мир, беречь, строить и растить в нем детей. Вы видели, что у многих ребят выступали слезы. Это говорится о том, что наши учащиеся достойные граждане города Ставрополя, Ставропольского края и достойные граждане Российской Федерации. В этот вечер поддержать выпускников и отдать дань уважения подвигу предков пришли сотни неравнодушных горожан. В первую очередь хотим, чтобы наше поколение, которое подрастает, помнило наших дедов, отцов, чтобы они всегда знали, для них это было примером. Чтобы они в любой момент могли вспомнить, у них был образец, к которому они должны стремиться. Впервые в этом году акция «Огни памяти» стала краевой. Эстафету Ставрополя подхватили и другие муниципалитеты. Выпускники в разных территориях региона зажгли свечи в честь тех, кто не вернулся с фронта. Сказали спасибо героям Великой Отечественной Кире Рогожиной и Павел Сухарев. Ставропольское телевидение. Практически все мероприятия, которые проходят в эти дни в районах края, посвящены главному нашему празднику – Дню Победы. Мы собрали самые интересные новости из городов и сел края. Подробности в нашем обзоре. Буденовцы устроили автопробег в канун 9 мая. На Прикумии уже в 17-й раз прошла акция «Дорогами памяти». Началась она с митинга на главной площади Буденовска. Собравшись, возложили цветы к мемориалу. После этого жители на своих автомобилях проехали по тем местам, где проходили ожесточенные бои в годы войны и посетили места захоронений. Всего участвовали около 800 человек на четырех десятках машин. А в селе Иргаклы Степновского района в честь Дня Победы устроили праздник дружбы. Мероприятие объединило представителей разных народов, которые живут исторически на этой земле. В празднике участвовали несколько сотен человек. Всадники демонстрировали мастерство джигитовки и удивляли публику трюками. Перед зрителями выступили национальные музыкальные коллективы. Праздник продолжался весь день. В Ставрополь прошла патриотическая акция солдатам Великой Победы. Ее организаторы – Главное управление МВД России по краю. В рамках мероприятия сотрудники полиции и культурного центра проводят для школьников концерты, поют песни военных лет и рассказывают о подвигах советских солдат. С такими выступлениями в канун Дня Победы они ездят по всему краю. В селе Птичьем из Обильнинского округа открыли мемориальную доску в честь героя Советского Союза Василия Шугаева. Памятную табличку установили на фасаде местной школы. В мероприятии приняли участие ученики, учителя и власти района. Василий Шугаев – герой войны, родился в Птичьем, учился в здешней школе. Ушел на фронт в 1941 году. За мужество в боях ему было присвоено звание Героя Советского Союза. И еще о том, что покажем завтра в нашем праздничном эфире. Среди прочего – специальный проект «Письма Победы». Кроме мест кровопролитных боев, обелисков и памятников, сохранившихся со времен Великой Отечественной техники и оружия, пожелтевших фотографий в некоторых музеях и немногих семейных архивах остались уникальные хранители памяти – военные треугольники. Письма, которые писали друг другу разлученные общей бедой люди. Жене, сыну, матери, землякам, бойцам – чувства и переживания, радость и боль, гордость и скорбь. Все человеческие ощущения тех лет хранят чудом сохранившиеся, простреленные пулями, обгоревшие и списанные карандашом листки. Мы взяли на себя смелость озвучить их в этот великий праздник. В День Победы эти письма прочтут глава Ставрополя, митрополит Ставропольский Невиномысский, председатель Краевой Думы и не только. 9 мая в праздничном эфире на Своем ТВ. И на этом у нас все. С наступающим и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok